тонный понедельник от бруклина и до японии итак мы как всегда традиционно начинаем с новостей по нашему мессенджеру поставьте пожалуйста поставьте пожалуйста мне первые слайды про то в какой стадии мы находимся и так значит джон фами ближайшие планы 7 0 3 по 27 на 3 такой спринт 20-дневный покрытием написанного функционала автотестами это по андроиду ускорение скорости навигации в чате рециклер view синхронизация контактов ядер адресной книги сервера ускоренная реализация новой логики счетчиков и прочитанных сообщений работа по улучшению общего быстродействия приложения исправление многих мелких ошибок то есть мы исправляем баги и уже на выходе по айос увеличение скорости отображения сообщений в чате проведение работ по снижению расхода батареи при активном использовании улучшение отображения картинки в чате реализация новой логики счетчиков то же самое что на андроиде ну и синхронизация контактов адресной книги с сервером для того чтобы происходило ускоренно и сразу отображался по вебу но и по веб клиенту перенос логики следующих фич на новый фреймворк заблокировать пользователя переслать сообщения поделиться контактом логику участников группы логика приглашения в группы и паблики сериализация изменения формата обмена сообщений между клиентом на сервер и стабилизация приложений после перевода на новый фреймворк починка багов синхронизация работы с контактной книгой пользователя с сервером и другими клиентами а его с android ну это то что я сказал чуть ранее о том чтобы синхронизация книги проходила сразу на трех платформах я имею до адресной книги и так значит в связи с тем что но вы наверное знаете что у нас 20 марта начинаются корпоративные каникулы мы отправляемся с группой лидеров тех кто выполнил промоушен на маврикии и мы сегодня начнем говорить о именно о промежуточном подведении итогов это то что связано с мессенджером я думаю что вы видите понимаете что мы ускоренными темпами завершаем разработку платформы мессенджер то есть мы сейчас это будет все происходить и быстрее и быстрее какой-то функционал новый будет появляться при этом упор делается на то чтобы устранить баги и сделать мессенджер очень быстродействующим чтобы он мало кушал батарейки и работал при слабом сигнале интернета при этом на сегодняшний момент уже работает торговая платформа market space пока мы запустили в бета-версии тестируемые в разных регионах и самое главное что платформа надо честно сказать что market space не будет полноценной до тех пор пока мы не подключим наши финансовый сервис так называемый финт финтех финтех вот об этом я сейчас с вами поговорю и особенно знаете что мне интересно я подписан хотелось бы сказать на многие паблики которые ведут в нашем джеме наши лидеры есть такие настроения в пабликах что вот сейчас мы продадим до продадим энное количество акций которые осталось и вы все видите счетчик причем лидеры смотрят там осталось там 30 тысяч 31 тысяч или 33 сразу хочу сказать смотрите у нас настроена достаточно сложная система которая отслеживает количество оставшихся акций причем она синхронизирована между несколькими компаниями в том числе и кастодиан кастодианский сервис и иногда то есть машина срабатывает то есть пересчитывает акции сразу в нескольких местах я не буду вдаваться в подробности поэтому количество может там меняться не так быстро как вы считаете нужно или там в общем то постоянно машина занимается этим пересчетом синхронизации именно с кастодианским сервисом будьте добры следующий слайд так вот хочу сказать вот о чем на самом деле мы не заканчиваем проект я не знаю обрадует это кого-то или горчит мы его продолжаем и мы достигли достигли скажем так определенного рубежа но это мы построили основную нашу платформу и это очень важно мы стали очень заметными с нами разговаривают очень многие многие компании в том числе в области финтех и вот сегодня мы можем анонсировать что мы ближайшее время сделаем по финтеху причем надо понимать что у нас в разных частях света будут разные финансовые компании и у нас есть договоренность двумя компаниями которые будут закрывать нам ну примерно 80 процентов земного шара видите мы уже такими масштабами говорит мы их назовем чуть позже как только подпишем соглашение и мы выпустим совместный пресс-релиз потому что у нас появился с очень строгий такой директор по пиару она отслеживает очень многие вещи начиная социальных сетей но и проводит сейчас правильную пиар стратегии так вот что мы будем иметь с запуском финансов финтеха в нашем маркетспейс это прямо описание тех сервисов которые нам предоставит компания с которым мы провели успешные переговоры на прошлой неделе я еще раз повторю назовем их чуть позже после поездки на маврики возможность открытия счета в европейском банке то есть у вас у всех будет возможность это осуществить как у физических лиц так и у мерчантов у тех людей которые будут вести торговлю и получить так называемый айбэн айбэн счет ну то есть это счет со своими собственными реквизитами смарт воли 25 валютами с возможностью мгновенной конвертации пополнение своего кошелька вот вывод средств через банковскую карту тире банковский счет зависимости от вашей от вашей юрисдикции то есть если вы будет если вы из европы то у вас будет там работать сепа если вы не из европы у вас будет работать международный перевод в евро либо возможно в других валютах я еще раз говорю 25 валют возможность мгновенного бесплатного на перевода с кошелька на кошелек внутри market space smart воли то что мы вам анонсировали ну и для покупателя это мгновенная оплата товаров и сервисов market space для владельцев маркетов это мгновенное получение средств от клиентов то есть мы видим свою основную задачу и вы стараемся и в ускоренном порядке решить насколько это возможно это в market space и закончив его в том числе программирование и разработку тестирования предоставить возможность мерчантам то есть тем людям которые открывают свои магазины осуществлять покупку и продажу на платформе market space получая внутри market space деньги чтобы это осуществлялось мгновенно причем надо тоже отметить что подключение вот этих финансовых сервисов я еще раз повторю будет в различных странах они будут работать по-разному потому что идет разная регуляция но в основном смысл заложенного нами технологического решения состоит в мгновенной оплате и товара внутри market space и мгновенном переводе денег внутри market space кошелька на кошелек мгновенно осуществляется дальше это по поводу еще того что называется что вот ну я вижу в таких в чатах настроение что вот мы сейчас дорас продадим акции ну и будем пить шампанское но на самом деле то есть мы будем пить шампанское тогда когда мы продадим мессенджер не распродадим акции а продадим мессенджер и наступает следующий этап то есть мы для раскрутки мессенджера и внутри мессенджера market space со всеми там пабликами с синтехом со всеми со всеми скажем так наворотами мы запускаем следующий проект он связан с продакт с продажей акции market space через токен и наш следующий этап будет состоять в том что мы должны не только разработать market space но и продвинуть приложение потому что пример такой слайд я на одной из презентации приводил его по моему в москве потому что telegram за год на продвижение потратил порядка 75 миллионов долларов чтобы войти в число популярных мессенджер я не говорю о техническое совершенствование самой продукции платформы потому что появляются абсолютно новые языки сейчас появились языки которые разработал apple разработал альфабет то бишь google и мы отправляем постоянно своих разработчиков на их конференции и сейчас когда мы используем но вернее производим глубинную такую на ревизию кода мессенджера чтобы он соответствовал тем новым условием которым я говорю с запуском платформы постоянно речь идет о том что вносится очень сильные технологические изменения потому что очень быстро развивается мессенджер и наша потребность в инвестициях она достаточно большая в этом вы видите на слайде но я хочу сказать что запуском продажи токенов то есть акции маркетспейс через продажу токенов до через облигации мы получаем с вами один большой большущий плюс он состоит в том что эти облигации смогут покупать в том числе и институциональные инвесторы зачем мы все это сделали и вы увидите по нашему возвращению из поездки на маврики о том что сам по себе проект связаны с продвижением маркетспейс продвижением его акций он совершенно другой чем то что мы делали до этого то есть если до этого мы с вами распродали там миллион девятьсот с лишним акций в рамках private placement то есть частного размещения не публичного частного то сейчас мы запуская систему связанную с облигациями которые могут покупать эти облигации как физические лица и мы для этого придумали абсолютно легальную юридическую схему через продажу токенов так и и пардон как физический лист так и юридический то есть так называемый институциональный инвестор именно для этого мы и разработали и внедряем эту сложную юридическую схему с листингом с листингом на нас даке так комиссия переводы мы объявим дополнительно это то что касается по маркетспейс внутри маркетспейс перевод с кошелек на кошелек и покупку товаров будет осуществляться без комиссионного вот вывод денег естественно будет за комиссию мы добавим так вот источники инвестиций у нас добавляется к партнерской сети еще венчурные фонды и крупные институциональные инвесторы потому что они могут поставить себе на баланс облигации находящиеся в листинге на нас так для них это вполне официально приемлемая бухгалтерская учетная единица то есть облигации выпущены на нас даке будьте добры следующий слайд потому что много сегодня информации поэтому наша конечная цель вы же видите что мы да вы видите что мы постоянно делаем оценку проекта и мы делаем это абсолютно не случайно естественно есть те кто скажет а давайте мы сейчас продадимся чё нам вот там но я думаю что большинство людей даже тех кто здесь находится проголосует и скажет что нет мы доведем проект до 200 миллионов пользователей потом будем продавать и пить шампанское как каком-то чате в паблике каком-то я это прочитал причем стратегия выхода на рынке нас она уже достаточно проработана и отработана и мы смотрите вот вы видите все эти регионы и они связаны с тем что почему такая регионализация происходит потому что именно финтех будет выстраиваться под эти регионы то есть отдельно под тот регион плюс есть вот сейчас наши маркетологи проводят исследования по потребностям в этим в этих регионах и мы получаем там по 40 50 иногда даже больше тикетов из этих стран именно из этих пардон мега регионов с тем чтобы люди крайне заинтересованы в существовании такой площадки и эта площадка является именно тем драйвером который разовьет сам весь проект мессенджер и разовьет то есть вот эту нашу экосистему которую мы все с вами выстраиваем последние несколько лет самое главное что сама по себе эта экосистема market space пользоваться колоссальным спросом то есть как только мы весь функционал сделаем таким которым необходим потребности людей мы идем не от своих потребностей мы идем именно от потребности конечного пользователя то есть как сделать так чтобы жизнь у него была легче чтобы ему было интересно самое главное выгодно вести бизнес при этом он осуществляем минимальные затраты получал максимальную аудиторию но и есть еще один вопрос о котором бы мне хотелось сказать тоже он поднимается в пабликах в мессенджере у нас народ спрашивает значит выплата реферального вознаграждения очень важный вопрос потому что все сейчас озаботились легализации своих средств которые они получают так вот мы абсолютно законно выплачиваем реферальное вознаграждение это у нас есть на сайте в публичной информации по выплату реферального вознаграждения и то же самое будет происходить и в проекте связан с маркетспейс каждый человек но вы вывесим публичную аферку вы ее принимаете вы можете предъявлять как основание для того откуда вы получили деньги вы выполнили определенную работу и качеством будут определенные детали то есть вопрос связаны именно с суммами как вы будете декларировать но в любом случае мы максимально постараемся сделать так чтобы обеспечить легальность полученного вами вознаграждения вот наверное все что я вам хотел сегодня сказать спасибо вам большое за внимание до конца